Доброе утро, дорогие друзья! Я сегодня хочу с вами поделиться радостной своей покупочкой. Покупочку я эту совершала в течение трёх дней. Была распродажа в магазине, распродажа тестеров ароматов. И я купила 9 ароматов тестеров. Они начатые, они там наполовинку уже там что-то осталось. Но я очень рада, что я их купила. Я их, так сказать, отмыла, отчистила от всяческих наклеечек. И сейчас я вам это всё сделала. Пока! И сегодня я хочу вам показать ароматы, которые я накупила в магазине Простор. У них там была распродажа тестеров. Ну и я, пользуясь случаем, подумала, конечно, Столько ароматов я себе, пожалуй, не скоро накуплю. Так почему бы мне не воспользоваться моментом и не обладать этими ароматами, если такой случай предоставился по очень небольшой цене. Ой, у меня тут уже котик прошёлся. Вот они, эти ароматы. Ну, они были, конечно, все в наклейках. Я это всё, все наклеечки ободрала. И записала название всех этих ароматов. Ещё настолько утро... Нет, утро ещё не настолько. Настолько я ещё только-только проснула, что ещё даже не успела свой стакан воды выпить. Поэтому, ну, вернее, я выпиваю два стакана воды. Сейчас я его буду выпивать постепенно, а потом доберусь и до фанты. Да, вот понравилась мне фанта раньше. Я никогда ею не увлекалась. А сейчас я полюбила её. Сейчас я попью чуть-чуть. А вы посмотрите, я вам покажу сначала так ароматы, а потом по каждому пройдусь. Вот Маришкин медвежонок. А это мой кот. Моська. Стакан пуст. Стакан пуст. А это мой такой вот блокнотик, в котором у меня... Вот здесь в начале, в самом... Расклады карт Таро. Значения. В общем, начала я это дело и так и не закончила. Хотя она у меня тут... Ну, вот прям совсем немножечко. Ладно. У меня книга есть. Поэтому не обязательно. Вот здесь у меня записаны названия духов. И сейчас мы начнём. Вот. Арман Баси. Роза Глейси, что ли. Ну, посмотрите сами. Я не знаю, как правильно читать. Вот такие духи. Мне вообще очень нравится, если где-то участвует роза. Это такой ароматик. Так, где у меня Вумен? Вот. Вот такой аромат. Вумен. Жан-Марко. Вентури, что ли. Ладно. Сами посмотрите, ребят. Я не знаю. Пол-пузырёчка эти. Вот это от Ланвин. Вот так. Название вот такое. Так, как у меня тут. Два. Тоже что-то. Рама Роуз, что ли. Приятный цветочный аромат вот этот. Вот это тоже с розой. Виворок. Тоже я чувствую здесь розу. Так, это у нас от кого? Виворок, Джон. Наверное, Ричмонд. Тоже пол-пузырёчка. Вот это Сальвадор Дали. Ну, не знаю, правда, как более точно называется этот аромат. Тоже очень приятный. Вот это от Элизабет Арден. Арден Бьюти. Бьюти. Вот сейчас. Вот так видно. Ну, это вообще почти полный пузырёк. И несмотря на то, что у меня есть Пятая Авеню, покупалась ещё до Нового Года, я вам показывала. Ну, я решила, ну почему бы ещё не взять. Это большой пузырёк на 0,75. И мне нравится этот аромат. И я взяла тестер тоже. Так, вороны раскаркались. Так, это Always With You. Это у нас от кого? Серджио Тачини. Вот. Always With You. Здесь вообще много. И, наконец, Сальвадор Дали. Такая огромная бутылочка интересная. В общем, все эти ароматы я перепробовала. И все они мне понравились. Описывать вот, ну вот, чего не могу, того не могу. Смотрите. Вот, когда аромат раскрывается, вот первые ноты меня часто вводят в заблуждение. Они мне нравятся, а потом аромат раскрывается. И многие ароматы при раскрытии пахнут одинаково. И меня это сбивает с толку. Почему? Потому что я не знаю, например, аромата мускуса. Я не знаю аромата, что там еще. Ну, в общем, многих ароматов, которые перечисляются в духах, я не знаю в парфюмах. Я их просто не знаю. Поэтому мне очень трудно рассказывать о духах. Я просто знаю какие-то свежие, какие-то пудровые, какие-то цветочные, фруктовые, травянистые. Вот это я знаю. Скажем так, вот, например, вот этот аромат. Мне он очень понравился со своих первых ноток. И он мне напомнил, знаете, когда-то на улице была там такая рекламная распродажа. И девушка продала мне духи, версию духов пюр-тужур. Значит, мне они очень понравились. И я спрашивала периодически в наших магазинах. Но наши продавцы не знают даже такого названия. И вот эти духи мне чем-то напомнили те с первых ноток. А последние нотки, когда они уже там где-то через час пахли, а мне они уже так себе. Но все равно первые нотки приятные очень. Очень понравились мне эти духи. Вот эти я люблю. Я, кстати, сама их тестировала неоднократно в магазине. Вот эти я тестировала неоднократно в магазине. Они мне тоже очень нравились. Вот эти тоже тестировала. Они мне очень нравились. Вот эти тестировала. Они мне очень нравились. Поэтому, когда вот эти четыре аромата я увидела в распродаже, то, конечно... А, нет, пять ароматов, потому что еще и этот... Авеню. Вот эти пять ароматов у меня знакомы. И мне они нравятся. Я их сразу взяла, вот эти. Остальные я пробовала. И остальные вот эти, остальные четыре мне тоже понравились. В общем-то, набрала и очень довольна и решила с вами поделиться. Кстати, а какой-то из этих ароматов, а какой же, ой, я забыла, друзья, какой-то из этих ароматов. А, по-моему, вот этот Сальвадор Долин мне очень напоминает маленькое розовое платье от Эйвен. Я сейчас его протестирую, я забыла его аромат. Вот он для меня, вот этот аромат для меня новый. Сейчас я его попробую. Вообще, да, да. Вот этот аромат Сальвадор Долин, голубой высокий, он очень-очень напоминает мне маленькое розовое платье от Эйвен. Только этот аромат более тонкий, более утонченный. Маленькое розовое платье немножечко мне как-то химией отдает какой-то. А вот этот просто ароматик очень нежный. Вот этот очень нежный ароматик. В общем, девчонки, я несказанно рада вот этому своему большому приобретению. И буду теперь все это на себя выбрызгивать. Прелесть, прелесть. Еще разочек пройдусь по названиям. Вообще, обожаю бутылочки с таким тяжелым дном. Очень люблю. Но я уже говорила, кто меня давно смотрит, что бутылочки это вообще-то моя слабость. Обожаю. Вот я уже сто раз рассказывала, ну раза два, наверное, точно рассказывала, как я была маленькая. Мне лет пять было. Может быть, да, лет пять было мне. И мы со своими, с друзьями с улицы побежали на свалку. Не на свалку, на мусорку. И там каждый себе чего-то, ну кто-то у нас, кто-то был у нас предводителем. И мы там выбирали, кому что нравится. Я бутылочек навыбирала, навыбирала, как сейчас помню. Не, ну одну я помню, как сейчас. На самом деле, я их принесла там, насколько эти детские ручки могли уместить. Ну, наверное, штучки три принесла домой. Мама, как увидела, чуть в обморок не упала. Выбросила эти бутылки. Я там истерику закатила. Думала, ну орала, пищала. Она мне книжечки про Серого Волка и Ивана Царевича, вот как сейчас помню. Я думаю, ну зачем мне эти бумажные книжки, когда у меня были такие красивые стеклянные бутылочки. Мама их в мусорку выбросила, руки мне помыла. Короче, целая была трагедия. Что вы думаете? Я питаю огромное пристрастие к бутылочкам. Да, девочки? Не, ну вот такие, конечно, мне не нравятся. Да, так. Это то, что я выбрасываю. Не, ну такую я не выброшу. Она мне очень нравится. И вот эта мне очень нравится. Вот. В общем, поделилась с вами. Такое, да, видео не информативное, потому что я вам скажу, знаете, вот когда пишут, когда пишут, там, ну тролли, конечно, пишут, видео совершенно не информативное. А видео, я не знаю, мне, например, не нужны информативные видео, мне это скучно. Мне нравится просто болтовня, чисто женская болтовня, болтология. Поговорили, рассказала о своих чувствах, ощущениях, эмоциях. И в этом и заключается суть блогерства, на мой взгляд. А все остальное, это уже познавательные передачи. Да, так кажется. Во всяком случае, я не люблю сухого изложения. А вот как смогла, просто поделилась радостью, что вот, как здорово, теперь у меня вон сколько ароматов. Ну, это ароматы не дешевые, я вам скажу. Во всяком случае, у нас это стоит недешево. Поэтому я очень рада. Ну, вообще-то, я так и не нашла своего такого аромата, который бы мне нравился на все сто процентов. Я бы сказала, что это, это было в середине девяностых, это был аромат, не на речи. Знаете, бутылочка такая была удлиненная, тубусом сделана. И белого цвета, на ней были просто выдавлены птички белые. Вот она вся-вся-вся была из выдавленных белых птичек, белого цвета, бутылочка стеклянная. Вот эта Нина Ричи меня привела в дикий восторг. И вот этот аромат мне безумно нравился. Но такой Нины Ричи уже сто лет нет. Нина, под названием Нина. Потом еще один аромат от Зинтарс. Мне безумно нравился. Это Тайна Рижанки. Да, Тайна Рижанки. Шикарный аромат. Это тоже, тоже самое, середина девяностых. Я потом пробовала эти ароматы. Вот сейчас у нас в городе продаются якобы ароматы от Зинтарс. Но вообще никакого сходства с тем ароматом нет. Совершенно никакого. Поэтому вот тот аромат мне безумно нравился. Так, чтобы на все сто процентов. Нина Ричи Нина. Тайна Рижанки от Зинтарс. И еще мне очень нравился аромат Злато-Скифов. Тоже безумно нравился. Он такой кисленький. Тайна Рижанки и Нина Ричи. Мне помнятся несколько пудровыми. Во всяком случае, я так их воспринимала. Я люблю пудровые ароматы. И вот Злато-Скифов, это, вероятно, бергамот, вероятно, цитрус. Но аромат безумно приятный. Я знаю, что сейчас они продаются, ну, наверное, в больших городах. В нашем городе я что-то как-то, там, где я, в тех магазинах, в которых я обитаю, я что-то их не замечаю. Ну, может быть, просто. Но вот эти ароматы мне очень сильно нравились. Ну, и еще более ранние ароматы во времена моей юности. И, кстати, это был шарм, тоже от Зиндерс. Очень нравился. Что еще? А во времена моего детства, моими любимыми ароматами были Шехерезада, наш Николаевский комбинат Алая Паруса, их делал. У нас вообще хороший был очень комбинат Алая Паруса. Он делал мыло, очень приятно пахнущее, кругленькое такое. Ну, вот аромат Шехерезада, в частности, тоже делал. И мне этот аромат очень нравился. Ну, в общем-то, также во времена юности моей мне нравился аромат Кредо от Зиндерс. И что еще так мне зовут? А, ну, а во времена моего детства мне очень нравились ароматы белая сирень, рижская сирень, сирень. В общем, вот такие ароматы. Да, по-моему, даже белая акация была. Вот я не помню. Может, я путаю с сиренью, но, по-моему, была. Ну, я вообще ароматы, я говорила, бутылочки и ароматы я люблю с самого раннего детства. Наверное, мне все-таки было где-то годика четыре, когда я приволокла бутылочки с мусорки. Наверное, годика четыре было. Ну, почему я говорю, что мы там рядышком жили, у нас там река рядом. И просто овраги, у меня есть раннее видео, я показываю те места, где жила раньше. Ну, это вот этот же наш, наши соляные. Вот я здесь выросла. И вот я с детства питала огромную любовь к ароматам и к бутылочкам. И, как я уже говорила, в моей сумочке непременно была бутылочка пустая из-под духов. Но, к сожалению, моя мамочка почему-то не очень любила духи. И я даже не помню, чтобы у нее... Нет, помню, помню. У нее были один раз безумно красивые духи. Назывались они или просто лилия, или белая лилия. В общем, духи были шикарные. В бархатной зеленой коробочке она была то ли круглая, то ли многогранная. И открывались на на Атласе. Там стояла такая матовая бутылочка в виде цветка... в виде цветка кувшинки раскрытой. Ну, вот как-то так она выглядела, эта бутылочка. А пробочка была тоже стеклянная, матовая, в виде нераскрытого цветка кувшинки. Они безумно приятно пахли. И это папа маме подарил. Вот эти духи. И я все время их смотрела и с нетерпением ждала, когда же они закончатся. И будет у меня эта бутылочка. Вот. Так что у меня в сумочке всегда была непременно бутылочка из-под духов. Питаю я к этому большое пристрастие. Так же, как и к украшениям. Как девчонки хохотали как-то, рассказывали, как я еще в школе носила всяческие эти браслетики, колечки. Тогда была мода среди детей носить плетеные из цветной проволоки колечки и браслетики. Ну, это, конечно, мимо меня не могло пройти. Я носила. Вот знаете, вот ходят слухи, что детям не разрешали украшения в школу носить. Не знаю, как-то это все мимо меня прошло. Мне все разрешали. Я не могу жаловаться на это. Я вам больше скажу. Я где-то в шестом или в седьмом классе, ну, в седьмом это уже точно, я начала отпускать ногти. У меня уже ногти такие стали хорошие. И вот я отпускала ногти, и где-то в классе в восьмом я уже начала их красить бесцветным лаком. Бесцветным лаком или слаборозовым лаком. Вот так. И тем, и тем пользовалась. Никто мне ничего не говорил. Мне никто никогда меня не ругал. Ни одна учительница. Даже Розалия Владимировна очень лояльно к этому относилась. Учительница русского языка. Ее все боялись, а я ее любила. Я любила русский язык. Это один из моих любимых предметов. Я вообще все предметы любила. Вообще любых предметов у меня обусловливалась симпатией к учителю. Если мне нравилось, как учитель ведет урок, все, я любила его предмет, и я его хорошо учила, и у меня были по нем, ну, вообще-то оценки у меня все хорошие были. Вот, независимо, конечно, от любви к учителю, но мне очень приятно было находиться на уроках учителей, которые интересно вели свой урок. Вот, а это Марихин медвежонок сегодня участвует. Этого медвежонка она мне подарила. Вот, он сегодня участвует в нашей съемочке утренней. Ну, и все. Наверное, это все, что я хотела сказать. Пока-пока. Поставь лайк, порадуй блогера. партнер. ПОСМЕЦ